Чего ожидать от суперконкурентного западной экономики саммита БРИКС в Казани? Действительно ли Трамп может снизить потолок цен на нефть до 40 долларов, что на самом деле может убить экономику Путина? И каковы прогнозы в целом мы сейчас можем делать на крах российского рубля? Потому что даже наши разведки уже делают такие предварительные выводы. Обо всем этом мы не только разговариваем прямо сейчас. Елена Узлова, зовут меня, со мной Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук, профессор. Игорь Владимирович, безгранично рада видеть, давно не виделись, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Ну, очень радуется кремлевская власть, что у них происходит великое геополитическое экономическое событие, саммит БРИКС в Казани. Прибыли даже те, кто не собираются ни заявления подавать, как то Армения, например. Турция непонятно какие шпагаты демонстрирует перед этим саммитом. То хочет ступить, то может как-то чем-то шантажирует. Давайте в целом, чего нам стоит ожидать от этого, будет ли там вообще что-то об экономике, потому что Индия вот о мире едет говорить. Кто зачем? Ну, к БРИКСу мы относимся с некоторым интересом. Вообще, надо просто понимать, что то такое БРИКС. Это некий клуб, вот не более того, это некий клуб, куда собираются политики разных стран, изображает из себя очень значимых персон мировой экономики, мировой политики. Что-то очень важное пытаются сказать. В общем, влияние их на мировую экономику не очень большое, и зависят они преимущественно все-таки от состояния дел в экономике развитых стран. Все-таки состояние мировой экономики определяет развитые страны. А участники БРИКС, они, в общем, не очень стабильные, не очень устойчивые. Это, как вам сказать, ну такая вторая лига мировой экономики, я бы так сказал. Ну, конечно, они какие-то свои турниры разыгрывают, свои какие-то кубки могут устраивать, но это все-таки вторая лига. И они сами не очень устойчивые. Был какой-то момент, когда, скажем, экономика Южной Африки, ЮАР казалась такой перспективной экономикой, потом бодро она рухнула, и, в общем, от нее мало что осталось. Так что в этом смысле БРИКС, ну, как бы, это группа команд, которые играют нестабильно, не богатые. И, в общем, смотреть на них, конечно, интересно, потому что они изображают из себя некое серьезное влияние мировой экономики. Таковы мне являются. Но, тем не менее, казаться оно не будет, да, так сказать. Тем не менее, собираются, тем не менее, расширяются. Чего ищет, например, Турция, которая то хочу, то вступлю, то буду показывать, что мы можем все-таки составить конкуренцию с западным экономикам, хотя Турции же неплохо, полагаю, торгуется и с цивилизованным Западом? Ну, смотрите, вот вы, когда смотрите на Турцию, надо понимать, что, значит, во-первых, Турция – это экономика достаточно нестабильная и не в очень хорошем состоянии, с чрезвычайно сильной инфляцией, с постоянным обесценением национальной валюты. Обратите на это внимание. То есть, как бы, страна, пережившая лучшие годы, работающая, развивающаяся еще по некоторым инерциям. Но страна, которая многие годы, скажем, пыталась пробиться в Евросоюз, а ее туда не берут, вот ее, как называется, экономикой считают второго класса, и в Евросоюз не берут, балканские страны потихоньку принимают, а Турцию не берут. Турки ужасно по этому поводу сердятся, комплексуют и пытаются показать европейцам, что они сами большие, важные, пытаются где-то засветиться. Ну, вот через Брикс пытаются засветиться. Ну, это надо понимать. Поэтому, конечно, с Бриксом ситуация сложная. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, почему я так скептичен, можно взять и просто посмотреть структуру совокупного валового продукта по всей группе Брикс. Вы увидите, что в основном это довольно небольшие экономики, крупной экономикой там является Китай. Но при этом китайская экономика очень нестабильная сейчас, в нехорошем состоянии. И как раз все прогнозы мировой экономики, в том числе по рынку нефти, они как раз связаны с тем опасением, что Китай начнет сыпаться, рушиться, и его экономика находится в достаточно нестабильном состоянии. А без Китая, ну, Брикс – это группа мелких таких пацанов, бегающих по мировой арене, изображающих, что они такая важная банда. Не важны они банды, они, в общем, либо придатки Китая, либо вообще мало что значащие игроки. Но каждому хочется быть таким серьезным. Вот они ходят друг перед другом павлинами на сессиях этих, на саммитах. Брикс изображает выдающихся политиков, руководящие крупной и важной экономикой. Ну, наверное, политикам это нужно. И все-таки Эрдогану, как полагаем, нужна заявка в Брикс или особое отношение с Кремлем для того, чтобы стать своеобразным посредником между Западом и вот такими организациями? Или для того, чтобы отвлечь, может, внимание от собственной экономики? Ну, все пытаются найти рынки сбыта. Жизнь экономики, она же устроена как? Когда ты продаешь. Когда ты не продаешь, то у тебя все рушится, все сыпется. Значит, чтобы турецкая экономика не рухнула, ей нужны рынки сбыта, они пытаются через Брикс найти. Была возможность торговать левым путем с Россией, не торговали. Пока их так сильно не стегнули, про том, санкции, да, эти самые развитые страны, которые определяют всю экономику. И Турция сразу, значит, слиняла, сразу просила, сразу заявила и сразу на 30% сократила экспорт в Российскую Федерацию. Ну, вот это то самое. Все пытаются найти какие-то рынки сбыта, хоть немножко что-то кому-то продать, в итоге поддержать экономику, которая у тебя качается. А экономика качается, население начинает сердиться, тебя с должности президента как-то сразу сбрасывать. Не хочется. Поэтому ищутся рынки сбыта. Ну, вот они друг с другом собираются и друг другу пытаются как-то что-то продать. Ну, вот это примерно та картина. Игорь Владимирович, а неужели нельзя было бы лучше Эрдогану, который, хоть и не есть в ЕС, но есть в НАТО, больше расширять и работать на рынке европейские, например, рынке американские? В эту сторону поглядеть, глядишь бы и спрос больше был. Ну, смотрите, чтобы работать на рынках развитых стран, надо уметь производить то, что на этих рынках нужно. Ну, не очень много Турция может сделать того, что нужно на рынках развитых стран. Поэтому вот они поднялись когда-то, если вы помните, на туризме, на курортном бизнесе хорошо поднялись, на сельском хозяйстве. Сказать, что они какая-то такая индустриальная держава, многопроизводящая. Заметьте, заглохли даже какие-то такие интересные разговоры про их дроны. Был такой момент, когда я считал, что их дроны очень такие успешные. Тоже затихла эта история. Мы сейчас не видим каких-то историй с турецкими дронами, что они там что-то определяют на поле боя. Ну, в общем, как-то нет этого. В этом смысле турецкая экономика потому и качается, что, в общем, варианты развития основаны на географическом положении Черпала. А вот какую-то такую продукцию с добавленной стоимостью, которую бы хотелось покупать людям в развитых странах, они не очень могут предложить. Игорь Владимирович, а что же может предложить Россия, которая в большинстве своем работает только на усиление военно-промышленного комплекса, производя ракеты, эти же иранские беспилотники, боеприпасы. То есть все то, что убивает, но не то, чем торгуют. Ну, нет, у России есть, чем торгуют, это не надо. Так уж совсем у нее есть минеральные удобрения, которые мира нужны. Это понятно, без этого сельское хозяйство, как в Майти, не живет. Она пока продает уран, хотя попытки вытеснить Россию с рынка урана уже делаются. Американцы в этом направлении работают. Она пока продает еще в какие-то страны, значит, титан. Она продает куда-то, значит, алюминия. Хотя это все хуже и слабее. Посмотрите, как уже Русал, который был таким королем мирового рынка алюминия, уже стонет и вопит, что давайте мы поищем какой-то другой глобус на Востоке, куда можно много продавать. Давайте пойдем куда-то дальше Китай. Куда дальше Китай со своим алюминием пытается уйти, даже пытаясь понять. И так как-то другой глобус с утра не завезли, поэтому не знаю, куда он забирается. Там, в общем, дальше Китай, Новая Зеландия, Австралия, но не очень уверен, что туда можно много алюминия продать. Там нет авиационной промышленности, поэтому что там можно продать. Ну вот в этом смысле России не очень много, но кое-что она пока продает. Но все меньше и меньше золотом, как вы понимаете, ее обложили с санкциями, с алмазами, с санкцией, значит, по черным металлам санкции. А промышленности такой, которая бы делала конечную продукцию, вот то, что нужно людям, там, потребительские товары, современное оборудование, компьютерную технику, но нет этого в России, она это не может производить. Советник премьер-министра Индии по нацбезопасности также присутствует в рамках БРИКС, может встретиться с Путиным. Действительно ли мы можем говорить, что Индия, которая покупает, фактически является одним из самых крупных покупателей ресурсов и нефти у России, может повлиять этими рычагами экономическими на Путина и в вопросах политических? Или Индии настолько выгодно недорогие ресурсы, что нету и прока что-то менять? Ну, смотрите, вы, когда смотрите на ту или иную страну, надо понимать, какая у нее политическая традиция. Политическая традиция Индии – это игра в то, что называется, движение неприсоединения. Это старая игрушка 20 века, поищите в Википедии, узнаете, что это такое. Но это была как бы попытка, что вот есть США, есть Советский Союз, это полюсы современной политики, они вредные, нехорошие, агрессивные. А мы вот белые, пушистые страны третьего мира, мы входим в движение неприсоединения. Мы не с Америкой, мы не с СССР, мы сами по себе, мы вот никому не подчиняемся, ни с кем не соединяемся, ни под кого не подстраиваемся, мы сами по себе не присоединившись. Ну, ничего из этого, конечно, хорошего не выходит, ничего не добивается, но традиция такая есть. Индия пытается в этот, ну, как он сказать, политический нейтралитет играть по-прежнему. Мы не присоединяемся. Мы, что называется, не финансируем, не поддерживаем, не угрожаем Россию, но мы и не осуждаем, так сказать, Россию так жестко, мы с ней продолжаем торговать. Ну, страна бедная, страна тяжелая, она пытается тоже каким-то образом прокормиться, пытается каким-то образом выжить. Они на России хорошо заработали, они получали российскую нефть, делали из нее нефтепродукты, продавали на европейский рынок, где исчезли российские нефтепродукты. Соответственно, хорошо зарабатывали, платя России рупиями, ничего не значащими, ничего не стоящими. Ну, раз Россия так глупа, что готова продавать нефть за рупии, то чего же индейцам не поиграть на это? Они индейцы, нация умная, они на этом поиграли. Ну, немножко поводняли свое благосостояние. Ну, если Россия такая глупая, что отдает благосостояние другим странам, то грех с этим не поработать. А как сейчас проводятся платежи между Индией и Россией? Возможно ли осуществление на фоне санкций, вот проведения рупий или опять-таки бартеры, которые начинались, больше они сейчас будут превалировать как-то с Китаем? Очень интересный вопрос. Знаете, потому что здесь очень противоречивая информация. С одной стороны, выбегает там глава ВТБ, крупнейшего госбанка Костин, говорит, да мы тут эту проблему с рупиями решили, расширили проблему, мы как-то через третьи страны проводим конвертацию. А с другой стороны, Центробанк России публикует такую нехорошую статистику, что у российских компаний растут активы в зарубежных банках. То есть, как-то похоже, что вот они продали, им валюту зачислили местную на счета в местных банках, а обратно они ее вытащить в Россию не могут. Поэтому формально они богатеют в Индии в рупиях. То есть, вот в рупиях, я, знаете, как попугай из мультфильма, в рупиях я очень богатый. Но вот я эти рупии ни во что конвертировать не могу. Поэтому сказать, что происходит, сложно. Одни говорят, да, научились к рупии проводить через третьи рупии. Это сейчас идет совершенно, как вам сказать, объяснить, как идет российская внешняя торговля. Сейчас это такой вариант тяжелый. Значит, российские компании, например, чтобы сейчас купить товар в Китае, не могут просто взять, купить юани на российской бирже, перечислить на счет из российского банка на юани в счет в Китае, и оттуда перечислить поставщику, чтобы товар пришел. Так работает нормальный бизнес. А в России это получается не так. Значит, российские компании покупают золото, физически переправляют его, или, значит, соответственно, передают права на него в банки Сингапура. Значит, соответственно, банки Сингапура покупают у них золото, платят им юанями. Значит, эти юани не перечисляют, значит, соответственно, в Китай. Причем китайские банки не принимают безналичные документы. Поэтому в России идет очень большой набор на рынке труда курьеров, которые с Сингапура ножками возят платежные документы в Китай, чтобы китайские компании увидели, что юани пришли из Сингапура, что они чистые, тогда можно отгрузить товары в России. Ну вот Россия устроила в себе такую жизнь с помощью войны, и радуется этой жизни. Не знаю, чему тут радоваться, но вот радуется. Да, конечно, поводов для счастья маловато, но всегда можно спеть песню «Счастливый, как никто» и подумать, что, наверное, это решает все многие проблемы, в том числе экономические. Китай также отказывается кредитовать и правительство России в юанях. 9 лет продолжались эти переговоры, насколько мы понимаем, о выпуске российских суверенных облигаций в юанях заходят в тупик. Договориться о создании с Пекином депозитарного моста не вышел, который бы позволил правительству занять китайскую валюту на приемлемых для себя условиях. А если по-простому объяснить, это кидок в сторону чего, опять-таки, Китая, и опять ли это происходит все на фоне санкций? Ну, смотрите, Китай, он же в себе на уме, это как раз основная черта китайской политики, что они играют только для себя, а ради себя и во имя себя. А Россия почему-то питала какие-то иллюзии. Это так странно и так глупо, что были какие-то иллюзии, что китайский брат придет и тебе поможет. Вы знаете, я не придумываю, что они были иллюзии. Был очень смешной эпизод, когда вылез из тумана, значит, мэр Москвы, Собянин, из ведущих политиков России, и сказал, мы думали, что братья из Китая нам помогут технологиями. Они оказались не братья, а спекулянты. Нам технологии не продают, покупайте. Говорит, все, готовые изделия, только технологию не продадим, да еще двойную цену. Поэтому мы упали на Востоке в ситуацию войны. А он ожидал, что его там со спростертыми объятиями примут. Китай не дал России ни одного межгосударственного кредита. Разговоры про юаня, значит, тоже как основа валюты для облигаций, как видите, затихли. Более того, мы фиксируем совершенно поразительную картину. Китайские банки начали уходить из России, без всяких шуток. В России работали два крупных китайских банка. И зафиксировано, что они очень сильно сокращают активы свои в России. Один сократил процентов на 35, другой процентов на 27. Как вы понимаете, если люди хотят сотрудничать, работать дальше и наращиваться, то ты активы банковские, которые обслуживают внешнюю торговлю, не сокращаешь. Если ты сокращаешь, то это значит, что ты России списал со счетов. Ты не видишь здесь перспектив развития внешней торговли. Поэтому ты выводишь деньги из своих банков, которые должны были эту внешнюю торговлю обслуживать. Так что Китай, он, похоже, так мягко-мягко, тихо-тихо, в изящном восточном стиле отползает от России. А Россия приползает в Монголию в виде Путина, с одной стороны пытаясь показать, что как будто бы они с большой горы плевали на международное уголовное законодательство, нормы. Не только, но это они показывают, начав еще войну против Грузии, потом продолжив у нас. Поэтому тут ничего удивительного, собственно говоря, как и инфантильность деятельности международных институций. Это другой вопрос. Но, тем не менее, и о делах денежных, наверняка же Путин туда ездил говорить. Возможно, о немощи Сибири-2, которую продолжают называть «Сила Сибири-2», тоже разговор, наверное, шел. Что мы должны понимать? Нет. А что мы должны понимать об экономической стороне визита Путина в Монголию? Ну, ему нужно показать, что он международный дед. Ну, Ирина, ну поймите, вот ты президент страны. Это же как-то должно проявляться в чем-то. Вот ты президент страны, когда ты куда-то съездил международным визитом. Тебя приняли у дорожка, постели ковровую к трапу самолета. Ты вышел как большой международный политический дед. Ну, мало ли, что ты больше никуда, кроме Монголии, поехать не можешь, потому что Монголия зажата между Россией и Китаем, деваться ей некуда. Особенно голос не поднимешь, тут же все отрежут энергетические ресурсы, а ты пропал. Ну, поэтому куда? Это вассал, конечно. Поэтому к вассалу съездили, забратили, что это международный визит. Насчет силы Сибири, да бог с вами. Правительство Монголии, да, ампликовало документы о развитии страны до 1928 года. Там никаких слов про силу Сибири нет. То есть до 1928 года Монголия не имеет никаких информации о том, что такой проект вообще будет реализован. Значит, нет никаких реальных таких проектов. Значит, про силу Сибири, значит, это какая-то такая архаичная история, которую когда-то вроде собирались. Но судя по тому, что они строят, значит, Китай, в общем, не очень проявляет к этому интерес. И это тоже понятно, вот все же надо искать экономику. Давайте я попытаюсь объяснить, почему Китай не хочет силу Сибири. Да, потому что Китай очень много сейчас пытается заработать денег на вот этих всех вторичных энергетических стратегиях и вторичных энергетических оборудованиях, да, все эти фотоэлектрические панели и так далее. Но для того, чтобы он выиграл конкуренцию на рынке фотоэлектрических панелей и других устройств, они должны быть дешевыми. Для того, чтобы они были дешевыми, их надо производить очень много. Для того, чтобы их производить много, надо, чтобы в самом Китае их покупали. А если я буду покупать газ, то у меня не будет спрос на внутреннем рынке. Поэтому для того, чтобы захватить энергетический рынок Европы и США, я не должен пускать российский газ на внутренний рынок для своих потребителей. У меня есть более перспективная тематика – фотоэлектрические панели и прочие устройства для вторичной энергетики. Ну, вот для Китая это выгоднее, чем покупать более дешевый российский газ. То есть на этом проекте вообще можно ставить полностью крест? Ведь Россия, как вот истамбульские договоренности, когда достает, которых только мне не было, так и тут каждый раз при любой возможности сила Сибири-2 до сила Сибири-2. Ну, это кто говорит? Обратите внимание, что даже Путин перестал говорить о силе Сибири-2. Он же ездил только что в Китай. Не было же там ничего. Все ждали. А вдруг? Потом мне стали писать в Телеграме. Вот вы тут недооцениваете. Сейчас будет Восточный экономический форум. Там Путин выйдет. Как скажет, мы тогда говорили, спросил о Сибири-2. Ждите. Сейчас он это объявит. Ну, и что он съездил? Там что-то пробублил про то, что нужно поднимать энергетику Дальнего Востока. А о силе Сибири слова даже не сказал. Не плюс, не минус. Просто как будто нет такого проекта. Так что проект закрылся. И «Газпром» сидит в прогаре, потому что ему некуда девать свой газ. Он потерял огромный европейский рынок. Газ давать некуда. Они сейчас пытаются бегать по свету, искать какие-то, ну, хотя бы маленькие возможности продаж. То в Азербайджан, то они пытаются с Пакистаном договориться, то, значит, в Иран пытаются газ поставить. Все это такие, знаете, достаточно смешные проекты. Но это вот от беды, от несчастья, от отсутствия денег, от того, что «Газпром» на краю, ну, что вам сказать, банкротство. Это страшная история. Но скоро придется «Газпром» датировать из бюджета. И вот не возникнет конфликт. То ли давать деньги Минобороны, то ли «Газпром». Ну, знаете, такая тема интересная. Это вообще более чем интересная. Прогнозируют «Газпрому» крах и развал практически уже до конца следующего года. Но мы ни в Анге гадать не будем. А тем не менее, а насколько все действительно печально? И какие механизмы уже начинают задействовать, чтобы что-то спасти, а оно не спасается? Ну, смотрите, значит, у них… Они вот странные люди. Смотрите, значит, они все время какие-то глупые идеи реализуют в «Газпроме». Ну, там сильно большого ума люди работают. Сначала они кричали, если помните, что сланцевый проект – это пустые слова, это исключительно. Оказалось, не пустые слова. Потом они говорили, да никому не нужен жиженоприродный газ, когда есть трубопроводный, и все хорошо. А тут Путин приказал им не поставлять трубопроводный, а жиженоприродного газа, производства у них нет. Но они, значит, вот в прошлом году еще ухитрились забрать из Фонда национального бухгалтера России 400 миллиардов рублей, чтобы достроить свой завод по производству жиженого газа, значит, под Петербургом. А это тоже, скорее всего, провальный проект. Я послушал, что сейчас эксперты говорят, а они говорят, что США завершает строительство своих новых заводов по жижению газа на побережье и будут поставлять большие объемы, и ради этого они сейчас угробят своими санкциями все проекты и производство жиженного газа в России. Поэтому, значит, это тоже у «Газпрома» не источник дохода. Будет простаивающее предприятие, нечего будет. Плюс еще и корабли обложили санкциями, корабли, которые должны газ возить, газовозы. Они тоже иностранные. В России нет таких кораблей, она строить не умеет. Поэтому ночью с «Газпромом» сделать ничего нельзя. Найти ему рынок сбыта, найти дохода нельзя. В России провести массовую газификацию невозможно, потому что это очень дорого и не окупается. До глухих деревень газопровод не потянешь, это не окупится. Да и населению не очень. Мне народ пишет, да что ж такое делается. Они мне до забора довели, 160 тысяч рублей с меня взяли. За то, чтобы завести в дом еще 130 тысяч. Хотя для горения синим пламенем не буду я это делать. Но вот это та самая история. Поэтому найти альтернативный рынок внутри России не может. Внешнего рынка для «Газпрома» нет. Убытки у него по газовому бизнесу 480 миллиардов. Уже в этом году, видимо, суммарная погода будет около триллиона. У него там есть какое-то нефтяное подразделение, оно его как-то пока выкручивает. Но есть действительно угроза, что «Газпром» станет убыточной в целом компанией. Тотально убыточной. И это приведет к тому, что придется «Газпром» датировать, чтобы он поставлял газ в города России. Когда Трамп говорит о том, что Путин не сможет воевать с нефтью по 40 долларов за баррель. Насколько реалистична такая перспектива того, что этот шаг будет задействован, пусть даже может и не Трампом? Или все-таки опаска из-за того, что это повлечет повышение цен, как и внутричних, так и внешних, на разные нефтересурсы? И не только лишь, станет стопом для наших партнеров, которые так и не смогли после начала полномасштабного вторжения Путина опустить те менее 60 долларов за баррель путинскую нефть. И насколько действительно, Игорь Владимирович, эти последствия, которые все называют чуть ли не катастрофическими, боятся по поводу того, как может трясти рынок цен, таковыми являются? Ну, знаете, лучший способ снизить цену – увеличить предложение товара. Когда ты ставишь потолок цен, то это плохо работает, и в этом потолок цен на нефть не сработал. Я об этом сразу же написал, как только этот проект появился, что он не сработает, потому что там нет хорошего механизма контроля и наказания. Это все липовая была система санкций, и она и не сработала. На пару-тройку месяцев с испуга народ на это отреагировал, потом это перестало. А вот снизить цену за счет роста предложения нефти – это да. И это уже происходит, и обратите внимание, возьмите меня, проверьте, посмотрите статистику движения цен последние дни на мировом рынке. Цена нефти ушла ниже 72 долларов за баррель. Мы помним, еще недавно было 88, напоминаю. Сейчас меньше 72. И уже очень такие серьезные игроки рынка говорят о 60 долларах в будущем году без всяких усилий трампа, между прочим. А 60 долларов за баррель Brent – это для России уже катастрофа, потому что надо бы как-то бюджет сводил при 70 долларах за баррель туда-сюда. А если, соответственно, я учусь, что есть некая скидка за Юрлс, хотя бы долларов 5 с Brent, то, в общем, у России начинается совсем нехорошая финансовая ситуация. Собственно, мы уже в этом году ждем, что по итогу второго полугодия финансовая ситуация в России сильно ухудшится. И будет совсем не такой, как в первом полугодии, когда они еще как-то на высокой цене нефти немножко приподнялись. Второе полугодие будет совсем не таким, и доходы будут совсем не такими, как весело рисует Минфин. Это уже начинает. Удастся ли сбить до 40 – это сложный вопрос. Но дело в том, что сейчас меняется вся ситуация на мировом рынке. Дело в том, что ОПЕК, о котором все вспоминают, он уже не является такой единственной силой на мировом рынке нефти. ОПЕК сейчас конкурирует, контролирует, но как-то управляет примерно половиной объемов поставки нефти, не более. Остальная половина – это страны, которые в ОПЕК не входят, ни на какие ограничения по объемам добычи ОПЕК не смотрят, а лихо качают нефть, предлагают нефти все больше, отнимают долю на мировом рынке, соответственно, у стран ОПЕК. И эти страны находятся в таком очень нехорошем положении. А у них и у самих не все славно. Все так говорят, что арабские нефтестраны просто в золоте купаются. Это же неправда. Возьмите, посмотрите, что там происходит в Саудовской Аравии. Она даже своим гражданам сократила социальные пособия, денег-то нет. Поэтому саудиты вполне могут начать увеличивать поставки пожертвов ценой, но заработав большую массу. А вот Россия тогда, конечно, провалится. Я понимаю, что, конечно, говорить в условном времени не очень хорошо, но все равно, если бы так или иначе, пусть это не самый эффективный метод, но все-таки было бы 40 долларов и меньше ранее, это все равно повлияло бы быстрее даже по состоянию на сейчас на российскую экономику или все же нет? Повлияло. Значит, даже цена нефти 60 уже начинает влиять, а уж тем более более низкие цены. Поймите, что вот если вы возьмете историю, то ведь рухнул Советский Союз, да? Рухнул Советский Союз, потому что он оказался страной без денег. Он был страной банкротом. На момент распада это была страна без денег, которая уже ничего не могла, которая все закупала в кредит, поэтому был огромный внешний долг, а денег своих не было, потому что была цена нефти низкая, и Горбачеву не повезло. Он, соответственно, оказался в период низких цен. И страна распалась, ну вот он пришел в 85-м году, через 6 лет Советский Союз рухнул, да? Ну, Горбачев, так сказать, рухнул, а Путин пришел в момент повышения цен на нефть. На этом, соответственно, убедил россиян, что это все заслуга его, а не того, что были просто высокие цены. И россияне в это верят и считают, что они зажили хорошо при Путине, а просто не понимают, что это просто были высокие цены на нефть. Соответственно, падение цены, это означает будет что? То, что Путин будет по-прежнему продолжать пытаться воевать, тратить деньги на оружие. Ну, а начнутся острые нехватки денег для внутренней экономики, для граждан. Начнутся всякого рода провалы выплаты гражданам, гражданам, мирному населению. И начнет вот эта ситуация, ну, как бы вам сказать, озлобления на власть, которая не может обеспечить хотя бы маломальские приемлемые жизни. А когда наступает такое озлобление, то тут же появляется новый политик, который на этом озлоблении сбрасывает предыдущего хозяина страны, становится хозяином вместо него с криками, что мы сейчас решим все ваши проблемы. Так было с Ельцином против Горбачева. Так что вполне возможно, что мы увидим такую картину и по Путину. Но, тем не менее, министр финансов Антон Силуанов в Российской Федерации говорит, что преисполнен оптимизм и новый экономический прогноз правительства позволит нарастить бюджетные расходы и вообще Минэкономики преисполнены экономического оптимизма. Вот так. А на чем они базируются и как они будут верстать, исходя из этого, бюджет на следующий год, учитывая те триллионы, 12 триллионов практически, в этом году на ВПК было выделено, на военную именно сферу. А где же будут брать эти все деньги? А вот это как раз вопрос очень такой интересный, потому что мы сейчас с некоторым ужасом смотрим на то, что развыгрывается такая, ну как вам сказать, мошенническая спекуляция. Ради того, чтобы Минфин мог сверстать бюджет с ростом расходов на войну, значит, он должен иметь основу и прогноз Минэкономразвития. Так устроено по закону. Поэтому Минэкономразвитие написал дивно оптимистический прогноз, в который не верит никто из специалистов. Они там написали дивные слова, что экономика России резко рванет вверх за счет роста производительности труда. А рост производительности труда, знаете, он так не с неба падает, он возникает, когда ты начинаешь очень много вкладывать денег в обновление оборудования. Откуда же ты это сделаешь и как ты это сделаешь, когда у тебя нет ни денег на инвестиции в гражданскую экономику, а когда у тебя нет оборудования, потому что ты весь под санкцией. Так что это пустые слова. Но нарисовали красивый прогноз. На этом основании Минфин сказал, что вот раз Минэкономразвитие сделал такой классный прогноз, то мы можем увеличить и прогноз по доходам бюджета, все будет славно. При этом все на самом деле наоборот. Потому что у России, например, падает импорт. А раз падает импорт, то падают доходы по импортным пошлинам, да. И у вас падает еще НДС по импортным товарам, которые тоже пополняют бюджет. У вас, соответственно, начинается падение цены нефти. У вас в убытках Газпром. И на чем вы, собственно, заработаете такие безумные деньги? Но Путин требует войны. Путин требует военных расходов. Минфин не хочет пойти на зону. Он хочет остаться в своих приятных кабинетах на Ильинке. И поэтому нарисует прогноз дивный, который опирается на дивный, придуманный прогноз Минэкономразвития. И все говорят, а ладно, как-нибудь проскочим. А вдруг проскочим. Нормально? Конечно, и нет. Потому что у вас в телеграм-канале также нашла, Игорь Владимирович, что курс по 103 рубля прогнозируют за доллар к концу 2025 года. Но это может случиться, по всей видимости, и раньше. Насколько раньше? И что на это повлияет? Это все зависит сейчас вот от чего. Что будет падать быстрее? Доходы от экспорта или импорт? Вот видите, какая интересная. Если меньше нужно денег на импорт, то, значит, соответственно, нужна валюта в меньшем количестве. Она, соответственно, не укрепляется. Если импорт падает, то давайте будем этому радоваться или огорчаться. Путин считает, что нужно радоваться. У него поставлена официальная задача, что Россия должна сократить долю импорта ВВП, значит, там с 22 примерно процентов до 17. 17 процентов ВВП – это как раз Советский Союз. А это, если кто помнит времена, то импортный товар добыть было невозможно. Было все кругом советское такое, средне-паршивненькое. А импортный товар нужно было стоять в очереди на морозе, чтобы купить что-то приличное импортное. Вот это как раз туда Путин страной ведет. Значит, соответственно, если меньше импорта, то меньше нужны валюты. Значит, соответственно, доллар остается крепким. Его никто не хочет покупать. Но тогда пусть театр магазин. Крепкий рубль – это пустой магазин. Так а импортозамещение разве не работает? Ой, Ирочка, это так смешно. Импортозамещение в России – это даже по определению людей, из Госдумы России, Китая замещение. То есть российские компании покупают что-то китайское, клеят шильдик, что это российское называют, что это свое. Но самый классический пример – это российский автомобиль «Москвич». Поинтересуйтесь, который на самом деле является китайским. И что самое интересное, продается в России по цене в три раза выше, чем в Китае. А, прекрасно. Для своих все, да. Самое лучшее просто. Китайские москвичи – это хорошо звучит. И для московских китайцев. Да. Да, понятно. В России же анекдот появился. Путин приехал в Китай и сказал, надо же, как много московских автомобилей ездят по китайским улицам. Да, хорошо. Вот так он и рад обманываться. Но это, наверное, и к лучшему. Но явно не для него. И нас смешили. Спасибо, Игорь Владимирович. И на окончании нашего разговора скажите, пожалуйста, Иран же ничего не получит за то, что он передает свои ракеты России, потому что под санкциями он так более четырех десятков лет, и они не сильно сработали. Или все-таки что-то может по ним ударить? По ним может ударить только оружие. Но поскольку Иран себя так ведет, а реально санкции против него особенно применить нельзя, то единственное, что может произойти, что называется, будут сняты ограничения для Израиля для удара по Ирану. Потому что Израиль все время тормозят от удара по Ирану, этого Запада опасается. Но если все будет идти так, как идет, а, судя по всему, Иран поставляет ракеты России не просто так, а за помощь в создании ядерного оружия, это для Запада крайне опасная тема. Поэтому я думаю, что тут вопрос будет лежать уже скорее не в сфере экономических санкций, они уже большего сделать не смогут, а скорее снятие каких-то ограничений для ударов израильских ракет по территории, соответственно, Ирана. Ну, вот это то, что сейчас как последнее оружие, видимо, остается. Игорь Владимирович, от души благодарю вас за этот разговор, как всегда содержательный и динамичный. Спасибо за то, что вы нам многое объясняете, за вашу позицию, конечно же, и за ваше время. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. До свидания. Берегите себя. Игорь Владимирович Липсис, доктор экономических наук, профессор Ирина Узлова зовут меня. Подписывайтесь, пожалуйста, друзья, на YouTube Игоря Владимировича. Легко его найти в описании под этим видео. И на YouTube 24-го тоже. Пишите свои комментарии, уверена, вам есть что сказать. И оставляйте нам лайки, нам будет приятно. И все эти ваши действия позволят нашим разговорам продвигаться просторами YouTube. Берегите себя, верьте вооруженные силы Украины. Увидимся и победим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова